Мир Террария невероятно сложный, опасный, плоский, но при всем этом удивительно красивый. Есть свои пляжи, горы, невероятный шиммер, на который я смотрю с восторгом в глазах. И вот, Челобум, созданный по моему образу и подобию полностью профессиональными людьми, мной, забегает в этот мир, чтобы показать всем, как надо правильно умирать от слизней. Но я не стою на месте, иду туда, спускаюсь сюда, и так по чуток, часов за 60, я стал крутым и добил все достижения, которые добавили в последнем обновлении. Ну, ты знаешь, это последнее обновление, которое шло после последнего обновления, которое шло после последнего обновления. Пять лет назад я делал познавательный видеоконтент на всю эту тему. Да, мне стыдно, да, переделывать я не буду, но про новые 27 достижений никто из вас ничего не знает. Одно из новых достижений — скамейка, для которой надо потратить 10 единиц дерева и сделать верстак. Очивка гелиофобия. В широкой и необъятной террарии, где-то под огромными баобабами поселились агрессивные гномы, которые крайне не любят тебя, и каждый из них поголовно страдает фотогерматозом. Но, к сожалению, ям для этой ачивки нам надо заставить мальца выбежать на свет, чтобы он стал камнем. Делается все просто, главное — дождаться его появления. Здорово, слушай. Именно так называется достижение, и именно с этих слов я зову тебя в самую крутую телегу в мире. Свою. При подписке на телегу ты автоматически узнаешь вести самый первый, не пропускаешь ни один стримец и читаешь самые лучшие анекдоты. Звучит козырно? Да так оно и есть. Ссылка там, внизу. Привет! Слушай, говорите бедушка-фея, которая хочет отвезти тебя к сундуку, сердечку или к классной руде. Это достижение выполняется как-то само собой и сильного напряга не требует, только я не в курсе, надо, чтобы три разные феи тебе шептали что-то на ушко или одна любая сойдет. В двух словах, если не сработало с одной, жди двух других. Ты можешь даже сам найти, что тебе надо, и обитать где-то рядом, пока фея не подумает, что ты очень тупой и не захочет тебя проводить. Тихий район. Название достижения, сюжет для фильма на НТВ и место обитания призраков. У нас появился новый биом, в котором постоянно спавнится ночная нечисть. Кладбище. Но дабы сделать этот новый биом, требуется поставить кучу могил рядом с друг другом. Можешь ориентироваться по туману. Мерцание в темноте. Новый невероятно красивый биом Шиммер, который позволит тебе прокачать себя, получить предметы, не тратя времени на поиски. Да и вообще, он классный. Там космос. А само достижение ты получишь, когда кинешь один предмет в это озеро и получишь другой. Можешь кинуть сюда, не знаю, камень магмы и получить амулет лавы, или за стрелу получить стрелу покруче, тут уже тебе решать дружить. А можешь сам туда прыгнуть. Главное найти это маленькое озерце, которое всегда находится рядом с океаном, на той стороне, где джунгли. Сапоги героя натягиваешь до колен и можешь совершать великие дела, как это делал кот в сапогах в свое время. Там царапать великана, подъебывать осла. Увы, искрометные терроботинки не даст тебе девушка за то, что ты завалил быка. В террарии нет быков. Придется крафтить, а это уже интереснее. Начнем по порядку. В океане или океаническом ящике находишь ботинки хождения по воде, соединяешь их на столе гоблина с обсидиановым черепом, который делается из 20 обсидиана. В аду находишь обсидиановую розу и амулет лавы, и теперь ты можешь ходить по лаве. Одна ветка закончена. Гуляешь по миру, пока не найдешь парусные ботинки в деревянном сундуке или в железном ящике. Или находишь ураганные ботинки в снежных пещерах, или ботинки Гермеса в тайнике, это тоже пещеры, но обычные. Ну или на крайняк ботинки дюноходца в подземной пустыне. Покупаешь у гоблина ракетные ботинки, объединяешь и ты уже в спектральных ботинках. Находишь где-либо эглит, с ним обычно бед не бывает. Ну и в подземных джунглях забираешь браслет ветра. Крафтишь себе молниеносные ботинки. Их же объединяешь с коньками из ледяных пещер и получаешь искрометные морозные ботинки, которые объединив с ботинками хождения по лаве, получаешь те самые сапоги героя. Да, согласен, крафт это ужас и много чего надо искать, ну а кто тебе сказал, что героем быть просто? Девочка-припевочка-тусовщица, и кейс-зажигалочка, с которой явно не стоит строить ничего серьезного, любит тусить и готова строить вечеринку по любому поводу и даже без него. Но чтобы она пришла в твою коноху, надо выполнить пару пунктов. Хватай домиков и никто не стоит в очереди на квартиру, у тебя уже есть 14 бедолаг. Поздравляю тебя с крутой тусовкой и полученным достижением, дружи. В какой-то момент когда-то давно вышло обновление Террарии с Дон Старвом, в котором появились различные приколы и боссы. У голодающих это глаз, а у трактирщиков это циклоп-олей. Босс вообще очень прикольный, ты можешь хоть зубочисткой его щекотать день и ночь напролет и умереть раз примерно дохуя, но он не уйдет. И глаз за глаз дается как раз таки за победу над этим бедолагой. Он к тебе и сам может прийти в метель в полночь в зимнем биоме, а можешь сам его позвать при помощи такой штуки. Мертвые не болтают. Будем честны, они вообще мало что делают, там лежат, чуток позже воняют. Ну и нам надо пополнить их ряды через сундук с ловушкой. А это будет либо по незнанке случайно, либо если ты видишь все ловушки, которые только есть, можешь найти это специально, снимаешь все, что тебя защищает и красиво откидываешься. Домашняя зверушка. Выглядит прикольно, ходит, бродит, жрать не просит, ну или я просто этого не замечал. Одним словом, выгодное вложение средств. Но чтобы это волосатое чудо появилось у тебя дома, тебе нужен зоолог, который хочет, чтобы ты заполнил свою википедию минимум на 10%. Это у тебя само легко сделается, можешь расслабиться. Покупаешь у него котика за несколько золотых, гладишь эту волосатую наглую морду и радуешься новому достижению. Бесконечность не предел. Каждый знает эту фразу, это база. Такая же база, как замахнуться рукой, чтобы посильнее стукнуть эти четыре железяки, после победы над которыми к тебе придет киборг-убийца. Раскошеливаешься на набор начинающего воздушного оператора и сразу же отправляешь квадрокоптер куда-то в поднебесье. Да, коптера нет, но есть ачивка. Помимо кучи красивых и не очень и очень челобумов, у тебя в мире мы можем поселить еще 8 слизневых пацанов. Толку от них примерно никакого, но пополнить свою деревню можно. Слизня оруженосца ты можешь получить в первые минуты игры, отдав медный кинжал или шапку обычному слизню. Слизень зануда придет после гибели короля слизней. Крутой слизень любит тусить и не пропустить ни одну вечеринку, а если пропустит, придет на следующий. Увидит, как у тебя тут хорошо и уходить уже не будет. Слизень-дед сидит грустит в сундуке где-то в замке скелетрона и ждет твоего золотого ключика. Если шо, по анализатору редких живых найти его ты сможешь. Неуклюжий слизень привязал ногу к шарику и улетел в небеса. Найди его. Спаси его. Где-то на просторах поверхности джунгля сидит мистическая лягушка, которая превратится в загадочного слизня, если ты посыпешь на нее очищающий порошок. Также по этой приблуде находится, но спавнится редко. Свеча тебе в подмогу. У грюмого пацана ты можешь выловить удочкой с воды во время кровавой луны. Можешь зельку бахнуть, чтоб случайно пиздюли не получить еще. И последняя маленькая жидкая красотка придет до тебя, если ты кинешь в мерцание блестящий слизневый шарик. Он, если шо, с королевы слизней падает, в количестве примерно тебе хватит до конца игры. Вспомни, сколько раз ты получал камнем по голове, сколько раз в тебя стреляли стрелы. Неприятно, да? Хочется какое-то редкое царство, где ты можешь гулять как панасеков, не боясь получить скрытых люлей. Реалоджики подумали о таких трусишках, как ты, и теперь ты можешь создать новый мир, какой только захочешь, написать в сиде мира, но трэпс, потому что надо слушать классику. Залететь в этот мир и получить достижения сходу. Мир террарии не стоит на месте и под землей, а местный подземный бог факелов очень сильно не любит, когда очень светло. Если наставить примерно так много факелов по пещере, на тебя начнется пиу-пиу и пау-пау с каждого факела. Да, по началу игры отбиваться сложно, но никто не говорит тебе, что надо делать это в самом начале. А по пажам можешь поставить все факелы в одно место и просто кружить рядом с ними, получить свою штуку и ачивочку в коллекцию. Крафты! Фарм! Дрочь по выбиванию одного предмета с шансом в 30 раз меньше 1%. Это все то, без чего ни один трактильщик не может представить свою жизнь и игру. Две интересные приблуды, которые будут очень интересны тебе и ради которых стоит попотеть. Щит анха для полной анхомуляции и звонилка для черного зеркала. Телефон штука полезная, как минимум с него можно смотреть мои видосы. Начиная все с самого начала, что и как, где достать. Крафтим GPS из золотых или платиновых часов, для которых надо 10 слитков, цепь и стол. Бьем этих пацанов, пока не достанем глубинометр и этих пацанов для компаса. Ну а табурет и гоблина все объединяем и одна четверть готова. У странствующего торгаша покупаем анализатор форм жизни. В замке Скелетрон выбиваем числовой счетчик с любого дохардмодного пацана. В сундуке или ящике из дерева находим радар. Все объединяем и радуемся реку 3000. Выполняем квесты рыбака, пока не получим погодное радио, секстант и инструкцию рыбака. Это может как и затянуться, а может как и я за 6 квестов все получишь. А объединяем все это в эхолот. На твоем телефоне он тоже кстати есть. Если этот наглый полурослик дал тебе к примеру 2 погодных радио, можешь одно в шиберки, но тебе что-то другое дадут. Ищем девочку обманочку и забираем у нее металлодетектор. У торговца путешественника покупаем счетчик урона и секундомер. И вот мы теперь крутые с технологией гоблина. Объединяем все 4 приблуды и получаем КПК. Добавляем зеркало домой и красуемся новым телефоном и достижением. С щиту манха уже интереснее конечно. Купить нечего, а процент выпадения предмета примерно такой же, как тебе найти вторую половинку. И как мне найти. Встаем, приседаем, легкая пробежка. Жопу надо подготовить к жесткому фарму. Находим кобальтовый щит в доме скелетронов в золотом сундуке, добавляем к нему обсидиановый череп и откладываем обсидиановый щит на далекую полочку. Из мумии выбиваем повязку на глаза, говорим Гаргоне, что она чмо и забираем у нее зеркало. Делаем модные очки. Из гнилых пацанов достаем витамины, забираем у скелета полироль для косточек и уверенно ходим с креплением для брони. У оборотня забираем пластырь, у пчелы есть биозар, который нам нужен. Обработанный пластырь, это тема. В гнилых местах, ну или святых, ищем оружие для Назара. У гнилых мумий забираем громкоговоритель. С глаз нам теперь не страшен. У клоуна или мумии, или может мыши забираем карту, а с этих пацанов забираем быстрые часы. План построен. Все это вот объединяем в амулет Анха, достаем из дальнего ящика обсидиановый щит и завершаем Анхомуляцию. Да, понимаю, это дрочь, но этот щит своих свеч точно стоит. Хм, ты посмотри, а это кто? А это я наслаждаюсь подводным миром, хоть воздух в моих легких явно отсутствует. Но! Ты да я хитрее воды, и мы знаем, что если во время захлебывания выпить баночку воды, вода примет нас за своего, и мы сможем дышать. Но, кстати, нет. Но достижение мы так получим. Также гуляя от края до края, иногда с каким-то шансом можно встретить золотую зверушку. И нет, она нужна не только для красивого террариума. Еще она очень вкусно хрустит. Если пожарить кого-либо золотого в котелке, то ты получишь великолепное блюдо, которое сделает из тебя гигачада на определенное время. Каждый из твоих НПСов имеет мысленную шкалу счастья где-то у себя в котелочке. И это счастье много на что влияет. Если у твоего паренька счастья мало, его соседа отпиздили гоблины, биомни по кайфу, сосед гомнюк, блин, ненавижу его, шкала счастья будет где-то в районе Плинтуса. А от этого у тебя будет грустить карман, и хрень тебя не пил. Вот это достижение дается за максимальное счастье, что только может быть. Предлагаю не делать голову ни тебе, ни себе. В святом биоме делаешь хату на три комнаты, селишь деда, тусовщицу и фури. Говоришь зажигалочкой и радуешься достижению. Рыбалка это нереальный балдеж. Для кого-нибудь так точно, не знаю кому как, но мне не вкатило. И помимо хреновой тучи квестов этого полурослика, надо сделать еще кое-что для полного счастья. Адским сачком ловишь бабочку где-то под землей и рыбачишь в лаве. Это даст тебе примерно ничего и ачивочку. Ах, сейчас бы вернуться в детство и пускать воздушного змея с бумерангом, попивая лимонад за 12 рублей. Но увы, пускают тебя только на работу в понедельник к 8 утра, а отпускают когда-то в субботу. Но ты всегда можешь запустить змея в террарии. Их там довольно достаточно, а развиваются на ветру они очень красиво. Так и порывом ветра тебе занесет очередную ачивочку в коллекцию. Кстати, помните один из первых коллабов Тёрки с чем-то там, после чего появился трактирщик, с которым можно классно попить пивко и этот прикол под названием Армия Древних? И как часто ты использовал это событие? Я тоже не использовал. Там на последней волне есть дракон, и как только ты его завалишь, ты получишь достижение. Вообще, махина жуть какая здоровая, но увы, закандрить или приручить у нас его не получается. А жаль. Наутилус! И нет, это не только древняя ракушка. И нет, я не про советско-русский рок, к сожалению. Я про мини-босса, который вылавливается во время кровавой луны. Как его там побеждать, ты разберёшься сам, я просто скажу, что его снаряды уже пролетают сквозь блоки. Я вообще через телепорт его гасил. Можешь так же сделать. Его посох это балдёж, а ачивка отдельный вид удовольствия. Королева слизней очередной неважный босс, жена короля слизней, тут сразу видно, кто в доме хозяин, но недооценивать её не стоит. Хоть и из соплей состоит она, по стенке размажут тебя. И вот за её убийство ты получишь достижение. Такая же ситуация с императрицей Света, баба лютая, днём наносит примерно дохуя урона за тычку, и ты мгновенно по щелчку отправляешься на спаун через 15 секунд. Ночью она слабеет, тогда с ней можно там чё-то сделать, но если победить днём, призы, конечно, повкуснее будут. Но это если ты призыватель, как я. Остались две последние ачивочки, это полное очко в квадрате было бы, если бы не я. Сделать зенит. Самое крутое оружие в игре на воина, но и не за воина, оно даёт просраться всем только в путь. Ну и конечно же, по классике, самое крутое в конце игры, чисто шоб слизней забивать. В общем, медная коротышка у тебя с самого начала, с этим бед не будет. Звёздная ярость обитает где-то на небесных островах. Хранителя пчёл забираешь у огромной пчелы. Зачарованный меч торчит в камне в пещере с цветами, туда туннель ещё везти может, если оно у тебя в мире есть, ты не ошибёшься. Сеятель забираешь у плантеры. Меч всадника у короля тыкв во время тыквенной луны после седьмой волны. Колебания забираешь у летающего блюдца. Его лазер теперь стены пробивает, суки. Звёздный гнев и мяумур забираешь у мунлорда. А вот тирамеч, это уже интереснее. Делаешь эскалибур из 24 святых слитков, намазываешь его 24 слитками хлорофита на крутой наковальне. Добываешь руду на испорченные слитки и делаешь зубочистку в зависимости от того, чем у тебя там заражён мир. Находишь катану дома у скелета. Обитаешь в джунглях, пока не соберёшь всё вот это вот и делаешь меч из травы. И копаешься в аду для огненной тыкалки. Объединяешь всё это в грань ночи. Даёшь люлей железным дебилам и получаешь истинную грань ночи. Во время затмения выбиваешь с бабочки после убийства плантеры огрызок. Соединяешь истинный эскалибур и грань с этим огрызком и получаешь терра-меч. Берёшь всё, что я тебе говорил раньше и получаешь зенит. Поздравляю. Теперь ты официально крутой. Полностью очистить мир от цветового и гнилого заражения. Без малого лям отзыва в стиме. И это только отзывы. Сколько всего было копий продано в стиме, я и представить не могу. И это достижение есть только у 0,7% долбоёбов без личной жизни. И я, кстати, один из них. И как же получить это чудо и выёбываться им при каждом удобном случае. За своего прокачанного персонажа покупаешь у стимпанкера очиститель и кидаешь его в шиммер, чтобы он стал круче. Идёшь к лаборатории или столику с бутылками воды, огнецветами, светящимися корнями, луноцветами и кучей семян травы и делаешь кучу зелий виденья биомов. Это настолько выделяет тебе красным цветом всё святое и заражённое. Создаёшь новый маленький мир молниеносно сносишь стену плоти. После победы над каким-либо боссом к тебе приходят дриады и говорит, что миру пиздец. Выкапываешь вот такие вот полоски по всему миру, выпиваешь зелья и по чуток летаешь, чистишь. Я сделал именно так в своём мире, но я дебил, у меня он огромный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok